Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в этом видео делаем экспресс-тест на Лансена С, которого выставили на аукционе на продажу за 7000 голды, что я лично считаю дороговато для Лансена, потому что машина подойдет далеко не каждому игроку и далеко не каждый игрок сможет реализовать весь потенциал данной машины, а потенциал действительно присутствует. Что касается адекватной цены, по моему скромному субъективному мнению, то 6000 самое то, за сколько можно Лансена себе брать. Опять-таки, если вы любитель СТ-вод, но умеете играть на легких танках, дело в том, что Лансен вообще не забронирован, он вполне спокойно пробивается фугасами по бортам, ну и соответственно по корме. Что касается всего остального бронирования, то любым базовым снарядом даже семерки вполне спокойно Лансена прошивают и для этого им даже целиться, не приходится, просто наугад бросают, ну и соответственно наносят урон. Перед тем, как продолжим тест машины и обсуждение ее, хочу попросить подписаться на канал. На канале 26,5 тысяч подписчиков уже есть и если до 25 числа декабря месяца этого года мы поднимемся до 30 тысяч, то будет самый грандиозный розыгрыш, который только был у меня на канале. Разыгрывать будем огромное количество премиумных танков. Почему еще стоит вам подписаться на канал? Потому что здесь более 1100 видео уже есть специально для вас и все они разложены, как вы видите, в интуитивно понятных плейлистах, там где разберется даже ребенок. Я больше чем уверен, что каждый из вас найдет, что посмотреть у меня на канале и что еще классно, как мне кажется, что на канале выходят каждый день видео систематично не менее одного-двух видео в день, а бывает и по пять. Так что поверьте, всегда будет что посмотреть, всегда будет что-то новенькое. Что касается Лансена. Лансен, как я уже сказал, машина полностью картонная. Это первый его основной минус. Но, наверное, это единственный минус, который действительно в Лансене есть. Если вы посмотрите на технические характеристики по орудию, то обратите внимание, что великолепное время сведения в неполные три секунды, шикарный разброс 0.312, который действительно в игре чувствуется ну прям очень приятно. Что касается урона в минуту, то, казалось бы, всего лишь 2000 единиц. Но, ребят, вы можете его реально реализовать, если не будете попадать в замесы. Перезаряжается Лансен неполные 9,5 секунд и через каждые 9,5 секунд выкидывает из орудия 320 единиц среднего урона на базовом снаряде. Если повезет кого-то подловить осколочно-фугасными, то закинете целых 400. Но бывает это на Лансене не так уж и часто. Также машина может похвастать очень, очень крутым углом склонения орудия вниз в минус 10. Это действительно приятное орудие, когда играете на каких-нибудь неровностях. Ну что, берем Лансена и поехали попытаемся его реализовать. Ну что, ребят, давайте будем тестить и начинаем, как обычно, с подвижности. Едет классно и чем-то напоминает легкий танк. На средний танк вообще не похожий. Что касается маневренности, тоже присутствует, что он добавляет только комфорта и интереса в игре. Лансен это машина, на которой ни в коем случае нельзя стоять на месте, нельзя занимать какую-то одну позицию и только от этой позиции отыгрывать. Стоит также отметить, что в силу своей картонности Лансен всегда должен находиться рядом с каким-то из своих союзников для того, чтобы союзник помогал ему сдерживать соперников. Ну и, соответственно, тогда Лансен действительно может показать себя во всей красе. Что касается возможности орудия. Очень точное, классное орудие. Довольно-таки круто сводится, довольно-таки точное. Мне лично очень нравится. Так или иначе, с учетом того, что сейчас на продаже Лансен вышел вместе с ВЗ-хой 122-й ТМ, то в любом случае придется так или иначе сравнивать с ВЗ. И это абсолютно два разных танка. Абсолютно разный геймплей. Если ВЗ это геймплей, при котором вы должны максимально спокойно, уравновешенно себя вести в бою, то Лансен будет требовать от вас исключительно сноровки, подвижности, смены расположения танка на карте. Короче говоря, ни в коем случае не стоять на месте. Тогда, в принципе, Лансена реализовать можно. Я не могу сказать, что Лансен прям совсем меня удовлетворяет, как танк. Я не настолько крутой танкист. И, исходя из этого, мне очень сложно играть на тех машинах, которые не обладают какой-то высокой живучестью. А у Лансена эта живучесть, я бы сказал, на уровне Плинтуса. Он очень легко разбирается, его нет необходимости выцеливать. Короче говоря, стоит отметить, что машина действительно на любителя. Хотя, любителей очень много и огромное количество игроков Лансена хвалят и многие хотели себе его получить. И вот вам, пожалуйста, возможность есть. Вопрос только цены, сколько вы готовы за него заплатить. Такс. Не повезло. Броня не пробита, но зато Титан вполне спокойно, не сводясь, не выцеливая, просто наугад, наугад, простите, отбросив в меня, вполне спокойно сделал во мне отверстие. Не очень приятно. Мне лично не сильно нравится. Такс. Не знаю, получится сейчас или нет. Нет, не получилось. Я хотел с борта как-то заехать и попытаться пробить Титана, но, к сожалению, ничего не вышло. Для меня он оказался абсолютно неприступным. Может, я ошибся, не знаю, спорить не буду, но вот такой вот он Лансен в реальном бою и я ничего не скрываю, не собираюсь ничего вырезать. Сейчас досмотрим бой, посмотрим на результаты. Ну что ж, 1550 единственного нанесенного урона, один уничтоженный соперник. Что касается результатов по фармам, то я не думаю, что имеет смысл их заценивать в проигрышном бою, в котором Лансен, в принципе, не собрал всего того, что он может потенциально за бой собирать. Я занимаю третье место в своей команде по урону. Соперники неплохо отыграли, союзники отыграли как смогли. Что касается самого Лансена, то я определенного какого-то высокого удовлетворения от боев на нем не получаю по одной простой причине, потому что играть и постоянно думать по поводу того, чтобы выжить, это не совсем тот геймплей, который меня устраивает. Поехали, попытаемся сделать еще что-нибудь. Друзья, скажу откровенно, после предыдущего боя ехать куда-то на передовую прям совсем не хочется. Вот не хочется ввязываться в какую-то драку, не хочется с соперниками встречаться вообще, хочется пользоваться хорошим точным орудием на каком-нибудь дальнем расстоянии, так, чтобы тебя никто не видел, а ты при этом набрасывал по засветам своих союзников. И вот это действительно, действительно может Лансен, и здесь ничего в противоречии сказать не могу. Машина действительно способна отыгрывать на дальних расстояниях, очень бодрое, как видите, время сведения и крайне точное орудие. В этом Лансену действительно не откажешь. Но, ребят, все-таки хочется играть, хочется играть активно, а не просто находиться где-то вдалеке от соперников, хочется быть в пуще событий. А Лансен, к сожалению, это вам предоставить, если и сможет, то далеко не в каждом бою. Не совсем тот танчик, на котором можно прям вот так вот наглеть, но и, соответственно, быть результативным параллельно. Сейчас попытаюсь помочь нашим ребятам разобрать вот этого товарища и поеду дальше способствовать приближению победы настолько, насколько смогу. Я не буду вырезать предыдущий бой и никогда этого не делаю по одной простой причине. Даже несмотря на то, что потом я получаю в комментариях сообщения по типу «Ты не умеешь играть» или «Тебе не стоит снимать обзоры», я все равно оставляю такие бои. Потому что снимаю свои видео для таких же игроков, как я сам. Я не киберспортсмен, я не суперстатист, я никогда не вешал себе медаль на шею по поводу того, что я супертанкист. Я играю так, как я умею. И, может, я не совсем классно умею играть по сравнению с многими другими ютюберами, но все-таки мне кажется, что для таких же игроков, как я, мои видео являются более информативными. Вы можете посмотреть обзор какого-нибудь именитого ютюбера, который просто разрывает рандом с помощью палки и, не знаю, там, какого-нибудь камня, привязанного к веревке, но при этом всем возникает вопрос. А вы уверены в том, что вы сможете реализовать машину точно так же, как и он. Подловил меня сейчас Титан Чириоттер. Обидно, конечно. Крайне обидно. Мог сейчас вполне спокойно добрать Дефендера, но, к сожалению, ничего не вышло. Но картон, он и в Африке картон, поэтому как получилось, так получилось. И я больше чем уверен, что подобные игровые ситуации вполне спокойно могут быть и у вас. А данное видео, возможно, поможет вам не совершить ошибку и не потратить свою кровную голду на тот танк, который вы потенциально не сможете реализовывать на все 100%, ну и, соответственно, будете жалеть о том, что потратили свои золотые монеты. Я за то, чтобы тратить золотые монеты на то, с чего ты действительно сможешь кайфовать и получать удовлетворение. 1570 единиц нанесенного урона. Возможно, если бы в конце меня не подловили, то я дал бы результат немножечко побольше и вполне спокойно сделал бы, там, не знаю, 2-2 с копейками тысяч единиц урона. Что касается фарма. Активирован прем-аккаунт и здесь, соответственно, 53 500. Не было бы, было бы 33 000. На Лансене можно фармить, но, опять-таки, возникает вопрос, сможете ли вы это сделать? Хватит ли у вас, вашего игрового опыта, на то, чтобы действительно полноценно отыгрывать на Лансене, ну и, соответственно, занимать лидирующие позиции в своей команде по нанесенному урону. Я во втором бою уже нахожусь на третьем месте в команде по количеству нанесенного урона и, я бы сказал так, Лансен способен вполне спокойно, как в победных, так и в проигрышных боях, находиться в тройке лидеров. И, возможно, если вы хорошо умеете играть на легких танках, то на Лансене вы будете находиться постоянно на лидирующем первом месте. Ничего ни от кого не скрываю и скрывать не собираюсь. Не боюсь опозориться в боях, потому что это происходит со всеми, и только те, кто боятся, боятся опозориться, вырезают что-то на своих видосах. Я побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.